Девушки отдыхают 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 Мы пробиваем крейсера, даже тяжелые крейсера, потому что у них обшивка в основном это 25 мм. Против линкоров. У линкоров идет уже даже оконечность броня уже в 32 мм. Есть центральная часть корабля, которая забронирована бывает больше 37 мм, там 38-40 мм, но это не все. В основном это идет в 32 мм, а это значит, что уже в оконечность мы не будем пробивать его без инерционного взрывателя. Единственный урон, который мы сможем нанести, это только по надстройке, потому что она идет в 16 мм. С инерционным взрывателем пробитие на фугасах у нас станет 37 мм, но при этом понерфится шанс на поджог в 2 раза, то есть с 12% до 6%. Я играл на Кливленде без инерционного взрывателя, и скажу, что без инерционки Кливленд не особо сильно выжигал, но я столкнулся с той проблемой, когда прямой урон я линкору просто не наносил. Даже по стоячему линкору я не мог просто тупо нанести урон. А все пожары, которые я вешал, соответственно, они не успевали так сильно прогорать, чтобы можно было хорошо проследить линкор на пожарах. Поэтому я решил взять все-таки инерционный взрыватель и поиграть с ним. Результаты, я скажу так, что стали гораздо лучше. Во-первых, прямой урон, наносимый по кораблю, стал реально больше, потому что я наконец-таки стал пробивать его хотя бы в оконечность. Были линкоры, которые, конечно же, забронированы, средняя часть линкора забронирована больше, чем 37 мм, там, в 38, как у Норки или в 40. Но были такие же линкоры, которых броня была всего лишь 32 мм в средней части корабля, то есть палуба. И там, конечно же, я наносил урон прямо через палубу. Но, тем не менее, даже стоячий линкор носом, конечно же, стреляете вы все равно ему в оконечность. И если у вас нет инерционки, то 32 мм тупо вам не даст нанести никакого урона. А выцеливать надстройку, ну, это такое дело, знаете, крайне тяжелое. И на Кливленде это будет реализовать крайне сложно. Против эсминцев и крейсеров, конечно же, инерционка вам не нужна, но и шанс на поджог тоже в этом плане сильно не влияет. Со всеми остальными кораблями ветки, то есть Сиэтл и Хелена, с Хеленой, в принципе, вся та же самая ситуация. То есть крейсерам мы наносим урон, ну и сминцам, соответственно, конечно же, тоже. А вот линкорам тоже мы наносить урон не будем. Сиэтл это, в принципе, тот же самый Кливленд, там тоже пробитие в 30 мм, стандартное. У нас инерционка будет 37. Ну, насчет Сиэтла я не буду ничего говорить, потому что корабль такой ситуативный, и, наверное, больше он подходит для охоты за эсминцами. На 6-8 уровне часто встречаются по 5-6 линкоров, и хорошо, если линкоры уровнем ниже, у которых броня как бы уже не 32 мм, а 26, по-моему. И с таким обилием линкоров, конечно же, нужно наносить прямой урон. Прямой урон мы будем наносить, конечно же, только с инерционным взрывателем. Ну, либо, если в том случае, когда линкор стоит к нам бортом, и тогда мы будем накидывать ему уже ББшками, и, конечно же, альфа ББшек выше, чем у фугасов. То есть мы наносить будем урон гораздо больше. Но никакой линкор стоять к вам бортом так не будет, и зайти в борт, ну, наверное, будет не всегда получаться. Поэтому инерционка нам очень-таки сильно помогает. В будущем, если я прокачаю этого капитана уже больше, то, скорее всего, за 3 очка я возьму Мастера Борьбы за Живучесть, который увеличит нам ХП с 36 тысяч до 40. А на оставшиеся 4 очка, ну, там возможны разные билды, то есть либо упороться в ПВО, либо взять Радиопельноатор, что поможет нам в борьбе с эсминцами. По поводу других перков, типа тяжелые осколочно-фугасные и полубронебойные снаряды, этот перк дает дебаф к маскировке, то есть он увеличивает радиус нашего засвета, и для РЛС крейсера, в принципе, это не очень-таки хорошо. Поэтому от этого перка я, скорее всего, точно откажусь, но рекомендовать отказываться от него, как я, не рекомендую. То есть хотите берите, хотите нет, это уже дело вкуса. С ним вы будете наносить немного больше прямого урона. И с инерционным взрывателем этот перк будет весьма-таки хорошо работать. Но, повторюсь, мне он не заходит, потому что мне нужна маскировка для охоты за эсминцами. И в этом бою я очень-таки хорошо показал то, как Кливленд разбирается с эсминцами. У него есть очень хороший набор расходников по типу заградки, гидроакустического поиска и РЛС. В будущем я знаю, что РЛС немножко поднерфит, его и так уже поднерфили, в том плане, что время действия стало на 3 секунды меньше, но этого, в принципе, все равно достаточно. Но в будущем, как бы там, разработчики хотят еще поднерфить ему и дальность действия РЛС с 9 километров до 8.1, но это еще не точно. Но, тем не менее, скорее всего, это так и сделают. Как вы видите, в этом бою я показал, что Кливленд против эсминцев это прям как Давид и Голиаф. Ну, в общем, скорее всего, это, наверное, и правильно, что ему и РЛС все-таки поднерфят. Но, тем не менее, как на мой взгляд, он все же останется таким крутым, как и был когда-то раньше. По ПВО он остается одним из сильнейших крейсеров на уровне. У него есть весьма хорошие показатели в ПВО. Это в точности порядка 90% попаданий. И урон в средней и в дальней ауре весьма такой неплохой среди крейсеров. Урон в средней ауре 228, в дальней 109. Ближняя аура вообще огонь, там 291. Если взять перки, то к авику, авик к вам просто тупо не подлетит. По разрывам. Разрывы здесь тоже есть. Их 5 штук. Шанс на попадание 90%. Радиус действия разрывов от 3,5 км до 5,8. Это очень хороший показатель среди крейсеров. И под заградкой авик, скорее всего, просто даже не сможет долететь. Ну, один раз, возможно, и сможет. Полный эскадрильей. Но он об этом сильно пожалеет. Это, наверное, один из лучших ПВО крейсеров на уровне, которые доступны в ветке исследований. Потому что у него есть заградка с собой всегда. А с Балтимором у него есть вариативность взять вместо заградки габ. И тут как бы уже дело вкуса. Если кто-то возьмет габ, то он, соответственно, останется без защиты в ПВО. Хотя у Балтимора ПВО немножечко посильнее, чем у Кливленда. Но Кливленд обладает заградкой во всех боях всегда. По маневренным данным, это весьма очень хороший показатель. Максималки хода 32,5 узла без флажка Sierra Mike. С флажком будет 34,1 узла. В принципе, это очень-таки неплохо. Радиус циркуляции здесь 660 метров. Что весьма неплохо, поскольку в островах мы сможем очень-таки хорошо маневрировать. По засвету, засвет здесь с кораблей 9,3 километра. Засвет самолетов 5,8. И ПВО у нас работает так же самое на 5,8. То есть авик, если насветит, он получает всегда урон, потому что он находится сразу в нашей ауле ПВО. В этом бою я достаточно-таки хорошо показал Кливленд, который играется хорошо в островах. Играли мы и против десяток, и против десяток, здесь мы сыграли таки неплохо. Плюс ко всему, благодаря нашей хорошей маскировке в 9 километра, я смог захватить две точки. И, конечно же, вы сами понимаете, что при наличии РЛС на 9 километров, эсминец для нас не представляет угрозы. Плюс есть ГАП, который не позволит нам поймать торпеды. И при обилии таких расходников, мы можем наглеть и захватывать точки прямо под носом у эсминцев. С инерционкой я уже объяснил, что мы будем хорошо наносить урон по линкорам. И, как вы обратили внимание, то поджоги у нас вешаются все равно достаточно-таки хорошо. На Хелене у меня нет инерционного взрывателя, но там у меня стоит 17-очковый капитан. Хелену я заточил в выжигателя, то есть я взял перк на поджог и взрывотехника. И у Хелены есть 15 стволов, у Кливленда их 12, у Хелены 15. И вот геймплей на Хелене я сейчас продемонстрирую на Кливленде. Я обычно становлюсь за какой-нибудь невысокий остров. И просто по засвету своих союзников навешиваю в основном, конечно же, линкором. Но если там есть крейсера, то, конечно же, в основном пытаюсь стрелять по крейсерам. У Хелены баллистика еще более такая навесная. И, в принципе, это довольно-таки позволяет наносить хорошо урон по линкорам. И выжигать их, соответственно, вешать пожары и наносить урон пожарами. На Кливленде это, в принципе, применять тоже можно. Но я же сейчас играю с инерционкой и продемонстрировал вам геймплей с инерционкой. Но, как вы видите, пожары вешаются даже с инерционкой. Хотя, все-таки, я сделал ставку больше на пробитие, нежели на пожары. Ну, а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотры. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Задавайте вопросы. Ставьте лайки. И всем спасибо, ребятки. Всем пока. Пишите комментарии. Пишите комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok